на часах 15 30 а мы уже уехали с работы это значит сегодня мы будем снимать на чашечку что такое на чашечку это передача которую снимаю я с лёшей когда мы ездим в гости к разным классным ребятам у которых во первых есть мой кальян на нас мог а во вторых у которых есть бизнес про который он хочет рассказать и сегодня у нас в гостях будет влад точнее мы у него в гостях а он у нас на чашечке и он расскажет чем он занимается мы с ним уже знакомы до этого были он владелец бренда rush владелец бренда картелье может соучредитель но он нам все расскажет поэтому давайте встречаемся уже у влада мы все уже уселись я приехал вот и я уже обещал что это будет мы когда ехали я уже тебя представил но больше тебя представить можешь только ты потому что я скорее всего все напутал давай рассказывать чем ты занимаешься мы не здорово на камере потому что ведь у нас уже петличка у нас уже петличка и мы уже поздоровались там поэтому это очень глупо когда люди петличка здороваются за руку сколько лет сколько зим а я хотел именно так и сделать а что мне сказать и когда кстати тоже ехал сюда думаю алексей такой человек интересный во всех проектах во всех бизнесах приложил свою руку есть упоминание о нем бритейли коленцы коленых магазинов желательный табак жидкость и все остальное тоже делать подставочки на выставке шоу-боксы все что угодно и в третьем проекте сделал мега крутой левитрон картелье позже покажем это крутая штука которая привлекает внимание что вау эффект расскажи к чему привлекает внимание что ты делаешь что это я вижу да я вижу возможно никто не знает что это такое что это такое полностью желательно табак что он делает ну это понятно старт никотин да на данном этапе надо данный продукт сам безопасное употребление способ употребления никотина из существующих в принципе тот же тот же принцип что пластырь не корректор наклеил на руку тебе через кожу и пилоте никаким только здесь пилоте никотин напрямую из табачного листа 4 . уже я помню что в какой-то момент запретили полностью это из-за чего было там какие-то компоненты были или просто это то что чужой ввезенный насколько я помню вообще с ним сильно понятия 7 запрещено что 12 года могу ошибаться запретили 19-19 года был чистый резонанс не совсем со снегом не пэпи бестапачным с юз как ок ну все подряд я все равно потому что белого цвета все эти пакетики были похожие на жевачку они на не натуральный бакет то есть там просто вата туда всякую жидкий никотин и всякие там стимулирующие штуки за основу убрали все что угодно один из первых ярких это был корпус это была мята пропитая никотином и все почему привело к какому счастливому резонансу она была в серой поле в юридическом сером поле запретить нельзя что это потому что акцизов квалификации не было ничего почему запретили потому что начали превышать допустим допустимую норму допустим здесь 25 или грамм допустимая норма по законодательству а там начали и 100 и 200 миллиграмм и просто лошадиная доза у меня была история про этот корпус меня угостили на работе какой-то плохие ребята я с ним посидел минуты две-три потом вытаскивал пакетик вообще у меня за ним еще кожа вытаскивать за такого ей наверное все таки нужно что-то натуральное себе подыскивать для развлечений прикольно да был огромным огромным и так их короче запретили только те которые не на табаке я на одной выставке смотрел состав тут состав табак соль поваренная и и этот самый сам пакет который состоит из из хлопка из чего то есть в принципе когда кто-то говорит тебе в фу ты вся кучки и так называешь там поваренная соль прикольно а поваренная соль значит для чего чтобы никотин всасывался а то у тебя он если приложить это самое он немножко как бы раздражает да и чтобы проникновение происходило да все верно кислотно-человечной баланс если он совпадает пакетика и твоей области то свои никотина происходит более чтобы не в холостую кидать это абсолютно белый все пастеризованный табак я это понял потому что вы на всех выставках на последних четырех вроде бы я вас видел и еще в любом магазине стоит гараж и с акцизом его продают нигде не прячут да я понял вы единственные кстати кто сейчас вообще продаетесь мы начали срок 2,5 года назад на тот момент насчитывалось от пяти брендов на данный момент есть продукты и наши предлагаемые как один из сибирь не совсем рецептуры разное с одного завода в образ да все значит люди же сами догадаются да то что есть доверие продуктов когда ты смотришь производителя на нем слушает у меня недавно спросили с каких точках вы представлены такой на на деле продаж спросить с каких точках вы представлены количество не вызову недавно маркетолог скидывал на табличку такое интересное да не у него всех к сожалению нет до такие точки точки . там частично некоторые и он там за байкале чуть-чуть пропущен а так В принципе, если искать, то найти можно. Если это видео наберет 1 миллион лайков, то мы поменяемся базами. Такая бизнес-шутка. Ладно, давай посмотрим, что там с Russian, все понятно. Что там дальше? Я стою этот же бренд в пакетиках. Что это такое? Коробочка. Да, что это? Вейп и твит. Жиж для вейпа. Сфер. Первый раз дежурка. Да. Да, причем это маркированная, а акцизная, столь. Это тоже что-то новое. Да, это совсем новое. Причем мы запустили ее порядка около полугода назад. Давай заново спрошу, почему она была запрещена и что вы сделали так, что она стала разрешена? Почему на ней есть честный знак, акциз и так далее? Она не совсем запрещена, так же серое поле. А теперь не законодательство. Легализация рынка, сбор налогов. Тенденция всей идёт к тому, что еще такой рынок попадает. Бери, бери. Давай соберем бабла. Понятно. Просто все... Это был просто серый рынок, который через упражку торговался и через всякие там магазины. Да, любой. Дядя Вася мог замешать... Понятно, там три компонента, четыре компонента. Упаковывать в коробочку и продавать... Я помню первые кальянные выставки, когда на них идёт парень, видно, очень молодой, слишком молодой, собирает свой стенд, то есть я собираю свой стенд на насмок и смотрю, что происходит вокруг. Тогда уже потихонечку к кальянной выставке начали вот электрончики потягиваться. Я смотрю, чел с родителями приехал на выставку. То есть настолько молодой чел, что типа он такой, блин, ну мне там за руль нельзя, ещё что-то. И реально родители помогают парню. Кстати, сейчас, возможно, он кто-то... Ну, крупный какой-то производитель, ну, прикольно, это лет пять назад, наверное, было, и вот молодёжь на балконах варила. У меня есть такая подобная история. Магазин первый открывали в восемнадцатом году. Нет, нет, я вставился на прилавках. Ну, как начальник, я начинающий предприниматель, все проходили через это. Стою, заходят папа и сынок. Четырнадцать лет и сынок двенадцать лет, у которых прилавки высокие были, метр двадцать. И сынка младшего не видно было. Папа стоит, спрашивает, сын показывает папе, вот то она. Папа, говорит, спрашивает, ну, помоги с выбором. Я говорю, а вы не себе? Нет, говорит. Дети. Ребёнка, я говорю, вот этому? Нет, говорит, вот этому? Денис показывает. Я говорю, мама разрешает. Я говорю, ну, типа, нельзя. Говорит, ну, это же я покупаю. Говорит, а вопрос нельзя, тебя уже не касается. И достаточно много, например, бабушки приходят, прямо покупают на своих внучков. Ну, чё, пускай лучше сейчас попробовать, чем потом. Чем где-нибудь в подъезде и без акциз. Да, очень сильно. И ты ничего не писать не можешь делать. Нет, ну, когда мы, если покупают белый магазин и белый товар, естественно, они внимательно сидят за тем, кому они продают. Интересная история. Мне жена спрашивает, слушай, а ты спросил, ладно, ну, дети есть? Да, дочь в частности. Почему это она спросила? Говорит, просто в прошлом выпуске ты куриный ребёнка. Как вы этот раз справитесь с этим? Пытаюсь максимально уже перед всеми извиниться, да, мне все пишут. Просто мы вот сидели, да, вот так вот, ну, ветер на него, колен летел. Но мы его потом пересадили. Больше не повторить, честное слово. А-а-а, нервные мамочки, да? Да. Почему здесь есть и рисунок, вот эта классическая жижа, да? И вот такая штука. Почему-то тут две штуки в одну засунуты? Не совсем. Это сейчас переработано. Там по задумке должен быть бутыл. Так, внутри. Нет, он отдельно, да, отдельная позиция, отдельная, так же маркированная. Ну, суть того, что... А, это реклама. Это то, что, в принципе, докупи вот этот вот продукт. Да, все это. Понятно. Она без никотина? Это да. Поэтому она может продаваться вот так. Честно, на данном этапе, да. Так сделали изначально, разделяли налогооблагаемую часть, курительного сырья и неналогооблагаемую. Первый раз видел это в Германии в 2013 году. Там продавался сухой табак отдельно от сиропа. Потому что сироп весит много, а за него ничего платить не надо. И ты дома приходишь, смешивая баночку. Альвак назывался табак. Я помню, до сих пор купил апельсиновый себе. Смешал. Там говорят, надо ждать два дня. Ну, у меня времени не было. Там было сложно его попробовать. Он был достаточно ярко. Но самое еще классное, табак получался раз в два, в три дешевле. Сейчас до сих пор покупают, что этим пользуются люди. И оптимизируют свой бизнес, чтобы улучшить качество. Чтобы потребитель получал классное качество и не платил за это огромную кучу денег. Сейчас это расселечено уже давно. Насколько я помню, 19 года. Колянный табак начал переходить из черной истории в дело. И это довольно быстро было, путем смены измерения, начисления акцизов. Когда платили за сурую массу, а потом за это правят сухую массу. Частично, даже, кстати, производители желательно пользуются этой историей. Но потом в логовый приходит в гости и говорит, какого фига. Грубо говоря, здесь 4-5 грамм сухого продукта. По закону, именно колянный табак можно на сухую составляющую часть. Ты сплачешь. И самые умные, самые хитрые. Думаю, желательно, табаком та же самая история. Заявка там, у нас, допустим, 15 грамм. Ну, например, рекордом, влажный, все это добавляет веса. По факту сухого там, ну, 5, плюс-минус. И работали так же. Три раза? Да. Да. Хитрили, но потом это все быстренько скрывается. В общем, сейчас других игроков получается по искусству нет, которые туда писать акцизу? Нет, есть, конечно. Довольно много. Сейчас рынок растет, не знаю, десятки произвольных. А так же, как и мы, не отпускаются. Мы думаем, как, эхэхэй, сейчас мы сделаем все, сейчас мы всю Россию захватим, никого нет. Ну, сейчас мы будем победить. В итоге мы год отработали на нулях, минимальных оборотах, еле-еле, скрипом в зубах. Ты заходишь в эти сетки, времени куча, рентабельность никакая. Срочка. Все, релиз. Самый интересный, релиз. А потом, у меня тут остатки, там, пять блоков было. Человека загружаешь, загружаешь, заказ, 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 милитазы. Потом, оказывается, через год он тебе звонит, говорит, у нас тут просрочивался. Как у вас просрочиваться? Ну, говорит, ну, вы привозили, мы стали, его продавали. А старая стояла. Говорю, красавчики. Вот так потихонечку и договоры пишутся, ты с каждым годом знаешь, что надо новое написать договор. Да, получается так, что то, что ты первую поставку привез, половину от нее списал. Жесть какая. Ужас. Не попадай с этим такое. Так, мы сейчас в этом кабинете посмотрим на два продукта, правильно? Первое, мы заливаем это в многоразовую электронку, у которой отстегивается аккумулятор от самой вот этой части, от бака. В бак залили, покурили. У меня была такая минерация, я ее подаю сначала одну парку, вторую. Очень сильно затягивает, и ты на работе куришь. Я вот на работе и буду работать. А электронки конкретно отвлекают. Вот пришел домой и кальян куришь. А так, я знаю, что сейчас рынок электронов перегнал рынок кальянов и все. Да, поэтому я могу еще вам рассказать. Давай. Ну, я думаю, не по этому продукту. Я сейчас тебе расскажу. И тут ставим нем. Так, я вот увидел наше совместное творчество. Вот, кстати, да. Короче, что ты что делал? Была задача сделать... Так, дошел. Table 10. Но так, чтобы на нем были выпуклые... Нет, чтобы на нем можно было баночки поставить. Ну вот, я так, в общем, прикинул мозгами, что можно взять и просто еще раз его приклеить сюда, чтобы создавался псевдобъем. Вот так и вышли из этой ситуации. Это, на самом деле, один из моих таких лучших кейсов. Нет, ну, лучший кейс – это картилье. Но где я применил свое образование, шестилетнее в институте, где... Ну, короче, университет Петра Великого, он там в какой-то момент начал называться. Короче, в политех. И там есть как-то промышленного дизайна. И там учат делать всякие классные вещи максимально простыми способами, чтобы их можно было тиражировать. И они стоили недорого. И при всем при этом выполняли свою функцию и выглядели вау. Вот именно здесь это получилось. Материал ПВХ, накатка пленки, на которой напечатано, и еще и двойной объем. Все решено и стоило это. Господи, боже мой, даже не вспомним, но, в общем, ерунду. Так, классно мы туда посотрудничали, мне понравилось. А что дальше покупаете? А вы просто ко мне. Мы дали здесь в кабинете, поэтому мы потом с ним поговорим. Так, на этом, на этой локации. Мы закончили. Сейчас мы переезжаем, посмотрим что-нибудь про магазины. Ты мне рассказал про сеть магазинов? Да, есть офис недалеко. Как называется сеть магазинов? Ну, кто? У нас сколько точек? На данном этапе всего 13 штук. Всего 13? За прошлый выпуск? У меня вообще-то три. Всего 13? Нет, потому что было 25, но он у нас был партнером, а в обычном бывает. Так, но если ты забрал 13, значит... Понятно, это было по-дружески. Бизнес бизнесом, дружба другая. 12-13? Очень не так. Ты придумал потому что. Нет, все не так. Хочешь с этого не дружбы? Нужно. Да, потому что бизнес, деньги это не мерило. Так, закрытыми глазами, это тебе, это тебе, это тебе, это тебе. Все. Я с вами первый бизнес, мы неделю делили. Это Каст.Корезки, которая, ну, это компания, которая занимается не кальянами. Я занимаюсь кальянами и не кальянами. Все то, что на этом же заводе делается, но не кальянами, называлось раньше Клэшко.Резки, сейчас это называется Ильин. Ну вот, и мы с моим бывшим партнером неделю у нас были переговоры. То есть мы, он быстренько свои дела делает, садится ко мне, мы с ним сидим вот так вот друг напротив друга и просто пишем, думаем, обсуждаем, типа, а это как, а это так, а это я покупал, а это я покупал. Короче, вы очень долго расходились, но мы потратили неделю, но сейчас созваниваемся просто все праздники, поздравляем друг друга и типа, вот блин, мы друг другу, понимаешь, редко такое бывает, обычно кто-то более сильный партнер, кто-то более слабый, но мы друг другу говорим, спасибо тебе за опыт. Как бы я всегда ни говорю, что типа, с партнером не надо, блин, как надо. Нет, у меня есть удачный опыт, но все-таки дальше, я так подумал, в принципе, я, наверное, сам не знаю. Но вот опыт, когда ты с кем-то, это очень круто, когда ты один, эксперт, тем в одном, а твой партнер эксперт в другом и вы вместе делаете какой-то классный продукт, это вообще просто огонь ушко урода. Ну что ж, работа партнера в любом случае не нужна. У меня на данный момент я даже почитать не могу, наверное, до 10 партнеров. Да. Есть более значимые, видимо, менее значимые, но и крайне много. И это круто, потому что ты правильно использовал инструкцию, а экспертенов не было. Основные принципы, просто соблюдаешь и все. Такие первые, честность, открытые, и финансы на втором месте. Вот тут понятно. С чего? В чем-то проблема. А там бывает, знаешь, что? Вот мы, помню, с моим первым партнером получили первый баб. Я такой, все, ништяк, покупаем станки. Он такой, да, да, сейчас, сейчас будем приезжать на фартфайнере. Я такой, господи, ой, зачем? Нормально же общались. Ну вот, потом у меня была идея такая, короче, давай сейчас переедем, нам надо расширяться, нам, типа, больше надо места, чтобы потом в Кингиту закупать. Он такой, ну как, вот сейчас же они все стоят. Я такой, блин, да нет, надо, короче, вообще масштабно, я понимаю, что, типа, ну, как-то, что-то надо уже куда-то. Вот на этом мы, иначе. Это, наверное, начало китайской деятельности твоей. Это были бородатые годы, мы разъехались в году в 2018. Ну, поэтому, если ты, перед тем, как начать, ты проговариваешься и пишешься стратегию, и следует ей. Мы, когда с ним встретились, мы слово стратегия не знали. Я такой, у тебя есть лазерный станок? Он такой, да. Я говорю, а я сейчас собираюсь фрезерный купить за два металла. Я такой, ну, фига себе, давай их рядом поставим, и у нас будет, типа, совместное предприятие, и вот, собственно, как-то так это все и произошло. Единственное, что я вот вспомню, что было реально глупо и тупо, было на меня все записано, и всей бухгалтерией занимался я, а он на ДК. Ну вот, так что, если вдруг есть у вас вариант, чтобы не заниматься всем этим, но лучше не заниматься. Лучше на ней, национальный директор и бухгалтер. У нас до сих пор нет, национальный директор и киблиография. Что, есть? Точно. Есть? Ну, не совсем. Давно появилось? Не совсем, но есть. А у тебя финансовый директор на удаленке или сюда сидит? Не совсем он есть. Тут ценность его в виде сна и понятна. Прикольно. Да. Ну, тут общаться. Да. Тут тоже хорошо. Тогда клиенту оставлю здесь. Смотри. Добро! Так. Много-много добра. Это сколько тут палетов? Я не знаю. Сколько тут палетов? Тут 140-150 коробок. Обалдеть. А в деньгах это сколько? Лямов 15. Пойдем. Нормально. Ну и здесь тоже один. Мощно, мощно. Это вообще где? Это что? Это отдел продаж здесь. Сразу же складно. Наверное, временно приехали. Помажем вам ручками, ребята. Что делаете? Продаете? Оптом в розницу? Оп. Дистор. Правильно. Ну это не совсем. Красиво. Красиво. Да. Это не совсем склад, как бы. Это сегодня у нас тут завал. Так, а у нас такие тоже есть. Только мы их не так красиво раскладываем. Надо будет тоже рамочки купить. Короче, все вас видят. И такая у нас тоже есть. Я там вылупил вообще здесь. Так, там что? Там санузел. Там санузел. Так, тут на арне. Там вон диплом еще один есть. Вон, кстати. Вот. Видишь, какая табличка? Самая мотивирующая. Самый лучший день сегодня. Да. Тут у нас релакс-стол. А что-то пойдем посмотрим. Я сам тут редко бываю. Вот научи меня, пожалуйста. Потому что дольше всех... Я карточки сделал на работе. Я пикаю карточки, пришел, ушел. Я дольше всех нахожусь на работе. У нас не совсем тут склад. Так. Так как это больше распределительный центр. Это российские электронки. Да. Верно. Вот, при сколько их. А я такой пробовал. Мне сказали в магазине. Это, кстати, российского производства. Сегодня один из клиентов спрашивает. Где ГТДшка? Я говорю, нет, не нужна ГТДшка. Я говорю, в России произведено. Ну, все же привыкли, что все в Китае взяться. А вот старые, видишь, смотри, у нас такие штуки старые. Остатки прошлого. Авито. Все, ищите нас на Авито. Я видел, просто на Авито новые продают. Да, тогда это... Наверное, в вашем магазине есть сумочки всякие и всякое такое. Да, когда-то мы это производили. Я еще не знал. Казак Хуха? Откуда? Откуда? А? Илин, да? Рявный Илин. Тут моя фамилия, говорит, написано. Люди, у которых нет фантазии. А ну тут у нас кладовщик живет. Так, привет. Да, и вот это... Блин, его нет больше. Ого, ничего себе у кладовщика, какая клавиатура. И вебка есть. Снюс тут у него. Да. Прикольно, прикольно. Где снаб? Даня. Его зовут Даня. Да, когда-то мы тут начинали вот с этого помещения маленького. Тут какие-то деловые разговоры. Да, не будем мешать. Хорошо. Прикольно, прикольно. Ну что, теперь магазин? Пойдем посмотрим, да. Так, возвращаю к Лен. Привет. Мы тут сейчас вон в шуруху наведем чуть-чуть. Куда его деть? Так, мы с тобой не здоровались. Наиль? Да. А, мы уже снимаем, да? Огонь. Ой, Наиль, ты чем занимаешься здесь? Я аналитик. Аналитик? По табачным этим самым? Слушай, а расскажи, как на нас молку продается в процентном соотношении от общих кальянов? Только честно, давай так. Ну да, скажи честно. Ну, отлично, процентов 20-30 от наших продаж занимает стабильно. Нифига себе. Ладно, а альфа-куха? Альфа-куха намного слабее. О, ладно. А кальяны-палки? Вот когда просто вот стержень такой идет, и без всякого дизайна. Ну, это на любителях. Кто-то не любит заморачиваться, они берут их. А там сколько процентов? Там с отряд брендов зависимо. Все бренды? Все бренды, вот где без дизайна палка? Без дизайна. Ну, это процентов есть, ну, даже меньше. А все остальные, это что, все поровну там дальше идут? Ну да, там от бренда зависит от каждого. А лучше всех, кто продается? Лучше всех. Это самые дешевые кальяны, ну, самые обычные стандартные китайские. Там бренды называть. Типа, которые на элемент похожи? Ну, типа, есть элемент, а у них есть... Типа, Sky7, Deluxe. Серьезно? Я думал, они уже все. Я же тебе еще не рассказывал. На этом мы в полномочии уже все, я думал, закончено. Кстати, новые наносмоки, которые более дешевые идут, там порядка до 3,5 тысяч, они заменили вот эти кальянты. То есть, есть потребность у народа до 5 тысяч кальянт, допустим. А у нас как раз такой есть. Спасибо. Почему у вас 20-25%? Блин, ну, нормально, стараемся. Все ради вас, чтобы у вас тут дела шли. Видите, ребята прорабатывают выставки как-то. Так, ага, ага, ага. Наносмока нет. А зачем визитку брать у наносмока? У меня, кстати, вот это тоже есть. Только не это самое, не другое там, понятно. Да, другое, другое. Белон. Что такое? Это официальная дистанция. Это HQD? Это HQD. Прикольно, прикольно. Вот молодцы, кстати. А мы сразу, кстати, не доезжая до этого, до Питера, мы все это в Excel переводим. И дальше уже руководитель отдела продаж, пока мы еще не доехали, она уже делает эти задачи в этой XRM. У вас другая история. Вы продаете? Мы продаем. А мы покупаем. Понятно. Не такая база. И смысл? Ты ждешь, пока тебе каждый производитель с такой таблички позвонит и предложит лучшее. Ну понятно. Упакует. Ага. Капошечку. Понятно. Блин, кстати, прикольно. Надо будет магнитик купить тоже. Вообще симпатично у вас. Надо будет взять незаметно. И кондиционер есть. А, это спортсменов. Не, было прикольно, если бы на нем куртки висели. Знаешь, это классика. И пыль такая. Ну что, давайте дальше экскурсию. Ребят, спасибо. Больше не отвлекаю. Что, вообще какой-то косяк. Я даже этого не видел. Сейчас расскажу, какие магазины, что у нас за ритейл. Почему продаются именно такие позиции. Наша самая ключевая особенность, то, что мы открываемся не в Питере, а по области. Я спрашивал, какой ближайший магазин? Тосно, но есть еще Кронштадт. Кронштадт, да. Кронштадт, наверное, самый ближайший будет. Почему мы выбрали именно такую стратегию? Когда 7 лет назад первый открылся, второй открылся у нас 1 января 2020 года. Да, все верно. И год назад мы уже перестали открывать их. И было там 20 плюс магазинов. Один магазин был в Питере. Это франшиза или это все свои? Нет, это все свои. Ну, бывают партнерские, да. И ты говорил всего. А как всего? Когда есть, спрашиваем, у какого-нибудь гиганта. А какое процентное соотношение франшизы и вашей? Они такие, ну, почти все франшизы. Нет. Так что все свои магазы, это круто. История другая. И мы пробовали в Питере. Кстати, на удельной топовое место было. Проработали около полугода. Выручки вроде нормальные, но косты настолько велики, что бессмысленно. Этот магазин переехал на Шлисенбург в 15 тысяч населения и зарабатывал чуть больше. А почему? Там рядом на уделке другие магазины есть или что? Нет. Как показывает практика, аналитика и всех остальных. Все работают в этом выручке. Все работают в этой выручке и не дозарабатывают жестко. До того момента мы открыли во всех крупных городах Ленинградской области свои магазины. Ты заходишь в город, 30-40 тысяч населения. Там если есть табачка, то одна обычная классическая забегаловка. И какой-нибудь школьник, 18-летний, открыл веб-шоп на 200 тысяч рублей. Как я, в принципе, начинал только чуть раньше. Ты заходишь туда, открываешь полноценный магазин на 35 квадратов с полным ассортиментом. И все, 80% рынка твоей. Сейчас на данный момент возьмем мы, ну, в среднем по рынку. Вот мы открыли один магазин, были вторыми или третьими. Забрали рынок. Сейчас в этом же городе на 40 тысяч человек, там, от 10 до 15 магазинов. Конкуренция жестко растет, но в любом случае они по уровню не дотягивают до наших. И мы забираем больше 50% рынка города. Это круто. И почему? Соответственно, ассортимент наш товарный отличается от питерского. Китайские кальяны, да? Китайские кальяны. Которые я уже забыл. У вас есть миомоза? Нет, конечно. Не, ну, уже давно нету их. Да? Неожиданно. Огонь, давай. Все. На этом сходились. Когда ты Альфа-Хуку там, ну, около десятки, она стоит на колбань, ты говоришь, что ничего, 10 тысяч за кальян, ты что? Я пойду машину себе куплю. Ну, да. Ну, так и работает. И поэтому тебе приходится работать, так сказать, с no-name брендами, ради цены. И с наносмоком. Наносмоком идеально подходит. Здесь я не был месяца 4. Как здесь расходят? Это не склад, это распределительный центр. Ради эффективности финансовой, чем больше оборотка, ну, в смысле, оборачиваемость финансов, тем эффективнее работает бизнес. Сюда приезжает от поставщика коробочки, в этот же день разбирается по магазинам, выставляется на отправку, с утра приезжает супервайзер и повез по магазинам. Так, а классическая схема, это когда все на большом складе хранится и все выдергивается со склада. У нас оптового направления нету и что-то хранить на складе, это только замороженные финансы, которые должны работать. Ну да, то есть здесь склад там метров, не знаю, 40-50. Раньше тут были еще стеллажи, много всего было, но открытие магазина приостановлено, смысла держать нету. Проще вот этот весь товар просто разделить по магазинам и отправить. Такая-то часть, в любом случае, продаж. То есть поэтому сейчас здесь практически там ничего? Тут вообще ничего не нужно. Мы начинали с того, что один магазин понятно, что купил, отвез, купил, отвез, купил, отвез. И тут такая же практика сохраняется быстро. Ты закупил товар, еще даже в осрочку нет, не отдай релиз. Приехала сюда там 5-10 коробок, на миллион образно приехала. Тут же раздербанилась, сложилась, ребята все сделали, уехала. Ну потому что на опыте, поэтому все быстро происходит. Долго к этому шли? Управляющая компания в таком виде, как она сейчас, работает года полтора. И это счастье. Да, учитывая, что здесь 3 месяца не было. Да. Наверное, да, это прикольно. Это безумное счастье, это круто, когда все процессы отлажены. У меня, знаете, какая мечта есть? Сходить в спортзал днем в будни. Я сегодня был. Вот так вот. Именно поэтому я к тебе и приехал. Может, что-нибудь расскажешь такое интересное. А то мы 10 лет работаем. Я сегодня первый день не выплачивал зарплаты сам. Да? Фига себе, подражаю. Это большой шаг. Блин, я... 10 лет. Это круто. Ты понимаешь, 10 с половиной. Я сам проходил все через это. Когда ты закупка контролируешь, сейчас тебя обманут. Тут, 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 тут. Ну, все эти страхи, все эти опыт. Это сложно, это трудно. Я понимаю прекрасно. Но для этого надо время. Короче, что только что произошло? Позвонил Влад. Говорит, слушай, пока вы едете, можешь мне в векторе скинуть, там, что на карточке награвировать? Сейчас будет маленькая подсказка, чем занимается Картелье. Ты можешь из драгоценного металла заказать карту, на которой твой логотип. Просто прикольно, но где-то можно красиво блеснуть красивой картой. И еще и именной. Именные-то карты просто делают на заказ, но тут можно прямо из металла сделать. Короче, мы звоним сразу же. Сейчас рабочий день-то еще не закончился. Мы звоним нашему дизайнеру Марине. Говорим, Марин, давай, надо так-то, так-то сделать. Она говорит, сейчас, сейчас делаем, нарисуем. И она отправляет Влада дизайнеру, а он уже это уже все сделает. И там, наверное, прям при нас уже подготовят. И она отгравируется. Очень прикольно, очень интересно, что получится. А ехать нам еще примерно полчаса, потому что пятница вечер. Вот мы и приехали. Кстати, уже Марина сделала дизайн. Уже мы его отправили. И уже с ним, наверное, уже что-то ваш дизайнер сделал. Нет, мы заказ сделаем при тебе, чтобы все можно было заснять, как это работает. Ага. Так, готовы представить третий проект. Как мы позиционируемся? А тип стартап. Что мы делаем здесь? Мы берем твою скучную банковскую карту пластиковую и делаем из нее металлическую. Путем металлического шаблона, она полностью металлическая. Ну, это прикольно. Почему мы идти стартал? Да, почему идти? Потому что мы разработали сервис, где ты можешь самостоятельно полностью изготовить дизайн, загрузить туда картинку, все что угодно. лицевую часть, заднюю часть, все что угодно ты можешь сделать. Ага. Давай я тебе покажу. Можно планшет? Прикольно. Так. Грубо, мы заходим на сайт, выбираем какую хотим карту. Да, допустим. Золотую? Золотую. Выбираем категорию. Тут у нас около 500 готовых шаблонных дизайнов есть. Пускай, вот что, допускай гороскоп будет. Лех, ты кто у нас по гороскопу? Дева. Это какой знак? А? Где Дева здесь? Дева? Я просто не знаю. А, выбрали Дева. Ответственно нажимаем далее. Надпись. О, Бебас, нормальный шрифт, можно не менять. Можно на шрифт. Это хороший шрифт. Размер, добавляем надпись. Вот она, нано. Наша. Так, графический редактор встроен прямо в... Давай я сделаю. Мне очень интересно. Я хочу попробовать. Да, пробуй. О, работает. Работает, работает. Работает даже на планшете. Так, сделали. Нажимаешь заказать. А вот уже превьюшка появилась. Затекаю тебе карты. Так. Ты заполняешь данные. Ага. Получаешь номер заказа. Кстати, карта 2 990, нанесение дизайна записи пищу. Ну, в принципе, заметал. Нормально. Можно заказать же из дома, забрать здесь или там ее доставляют на дом. Ты получаешь номер заказа. Нет, список торговых точек. Москва, Москва, Санкт-Петербург. Да, на данный момент это Санкт-Петербург галерея. В Москве Афимол. Ага. В Сити на первом этаже также. И в авиапарке. Ага, прикольно. Так, а доставку здесь можно заказать сразу? Да, есть возможность заказать доставочку. Там 2 варианта. А карты же нельзя доставлять. Или их нельзя через границу доставлять? Да, их можно доставлять. 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 Мы также эту пломбу не трогаем. Все изготавливаем. Отправляем тебе таким же пониэкспрессом обратно карту. Так, тогда вопрос. Как вы ее в пломбе вытаскиваете оттуда чип? Там детально безопасность проработана. Этому проекту уже 8 месяцев. 6 месяцев мы готовились. Мы 6 месяцев готовились от безопасности, юридически вставляющейся, разработкой этих продуктов, куча бизнес-проектов, процессов, всего. Слушай, ну тут на самом ваша репутация, поэтому я думаю, вы сами очень сильно хотите, чтобы все было четко. Безопасность клиента. Кстати, мы думали, что больше людей будет смущать безопасность. Но обычно это происходит так, людям по барабану. Они вот так карту, какую карту, вот эту, о, на, держи. Хотя у нас в договоре фертовых прописано, менеджер дает пломбу, заклеивается, все прописано, все галочку. Я защитил свои персональные данные, я передал карту, я получил обратно карту пластиковую. Да, я понял. Слушай, ну там, наверное, другие вопросики возникают. А что, если она перестанет работать? Ну и без проблем. Как-то чип, нет, есть 0,1% в случаях, когда чип, ну, по техническим причинам выходит из строя. Ну да. Да. Об этом предупреждается. Есть такой риск. Человек соглашается с тем, что, возможно, ему надо будет дойти до Сбербанка. До Сбербанка. И получить новый моментум карта. Да, понятно. А моментум, кстати, моментум лучше, потому что она отличается от обычной не тарифом, а тем, что там твое имя. А ты в любом случае приходишь сюда снова и, грубо говоря, ты ничего не потратил. Да. Ладно. И у меня еще был такой вопрос, который меня сильно смущал. Вот, то, что они не прикладываются. Две недели назад мы решили этот вопрос. Наконец-то. Да. У меня есть. Была пробная партия. Аллилуйя. У меня было. Потому что я здесь был уже на монтаже вот этого части. Это мое изобретение. И я такой говорю, вот как только будет она прикладываться, я сразу же закажу такую карточку. Ну, в смысле, как она? PayPass называется? NFC. Бесконтактная плата. Есть они. Их присутствует в лимитируемом количестве, 30 штук всего. Мы потестировали, просмотрели, работает. Работает. В течение месяца они будут в наличии. У нас открытые предоплаты, кстати, на них. На сайте ты можешь онлайн предоплату сделать за свою карту. Также есть возможность, если тебе шаблон дизайн не устраивает, есть возможность заказать индивидуальный дизайн через наших дизайнеров, которые сидят на удаленке. Ты получаешь номер заказа, согласовывается, переходишь на торговую точку, либо отправляешь карту. Есть возможность отправить карту с деком. Точнее, не полную карту, а половинку карты. Отрезаешь ножницами половину карты и отправляешься. Но это, наверное, работает только для тех, кто делает не прикладывающуюся, потому что там же усики идут вот так по периметру. Тут все есть. Или вы инструкцию даете, как правильно отрезать? Нам нет, разницы нет, нам только чип нужен. А, то есть нету такой штуки, что у нее вот так вот по периметру идет антенна, и ее надо пересадить со старой твоей карточки на новую. Ты ее никак не пересадишь, там вот здесь, в этом шаблоне уже антенна есть. И мы твой чип перепаиваем. Перепаиваем. Вы точно так же перепаиваете? Все, понятно. Мы перепаиваем его на новую баллонку. Прикольно. Я думаю, я уже предлагал, говорю, давай состязаться. Мы делаем конкурс, и кто будет на первом месте, тот получит самый дорогой подарок от нас двоих, а кто будет на втором месте, тот получит чуть менее дорогой подарок. И давай сейчас думать, что мы подарим, что подаришь ты, что подарю я, а условия конкурса чуть позже скажу. Ты подаришь всем зрителям промокод на картеле, в виде 10%. Кстати, интересная история, думаю, надо стоит анонсировать ее. На момент выхода этого ролика уже будет работать партнерская программа. Так. А ты, как это работает? Ты приходишь к нам, говоришь, я такой такой красавчик, приведу вам 500 клиентов. Мы даем тебе промокод на скидку 10%. Так. А ты реферально получаешь фиксированные суммы, думаю, можно озвучить. С каждой карты. 500 рублей с каждой карты капает тебе расчет раз в две недели. Прикольно. У меня так с Альфа-банком было, там в две стороны работают тоже. Ты предлагаешь подключить новую карту, тебе дают 500 рублей, и твоему человеку дают 500 рублей, и все в плюсе. А у нас сотрудников-то много. И у меня все сделали Альфа-банк, и у меня уже тысяч, наверное, 8 получилось на этих картах. Короче, 10% получает тот, кто будет покупать ее, типа от меня 10%. Да. И я еще буду по 500 зарабатывать. Да. Я все деньги, которые заработаю, потрачу на призовой фонд. Вот. Так что, значит, мое место, которое я предлагаю, это новый кальян Тен, который мы в данный момент уже разработали, но его еще никто не видел. Кальян Тен – это самый наш флагманский кальян, который самый-самый дорогой. Это будет вот то, что я дарю. Огонь. Хороший подарок. А ты карточку не подаришь? Я, конечно, подарю карточку. У нас кто-то выиграет, да, будет первое, второе место. Давай я самую дорогую карточку. Бесконтактная плата, но надо будет через месяц. Я думаю, что... Вроде все, а она сколько стоит? 12 тысяч рублей. У нас 12 900. Стоит вот этот вот кальян. Ну, давай-ка мне подарим еще что-нибудь. Давай, чтобы вообще поровну и дадим самим выбрать. У нас будет первое место и второе место, и они сами выберут, что они хотят. Отлично. Твой подарок или мой. Так что все, скоро в самом конце видео будет про... Мы про третье место забыли. Про третье место? Да, если будет... Не будет. А что мы можем всю линейку по блоку жевательного табака Rush разыграть? Окей, а мы тогда на третье место утешительный приз. Он помимо Rush'а получит еще нашу классическую базовую модель Nano Smoke Box Pro. Курица, она точно так же, как флагман, но не такая красивая и классная, как... Я правильно сказал? Я правильно сказал? Отлично ты сказал. Короче, курица так же, но не такая классная снаружи. Там меньше дизайна. Так, круто. Теперь приступим к изготовлению твоего заказа. Мне сделают карту. Мне сделают карту. И пройдем все этапы. Подпись. За что я тут это самое? Я. Я. Ты подписал оферты на сайте. Ага. Галочкой. Галочкой. Но здесь основные пункты выведены. Так. Подпись. Ну и так обычно и бывает. Только ничего не смотрят. Сегодня у нас 20... 25-го. Так. Так. Все сделал. Теперь нужно закрывать ломбой, Сибиси под набраться в травикарте. Ты засчитаешь свои личные данные. Если тебе это не устроит, то тебе дадим множницы. Хорошо. А, я типа сейчас заклею. И ее никто не увидит. Даже мастер. Да. Который занимается... Но если он ее захочет отклеить... Там будет... Попробуй отклеить. Уголок отклеить. Не, я ее сейчас приклею. Как бы я... Как бы я приклеивал, если бы мы не были знакомы. Так. Ну все. Приклеил. Надо открывать. Ну чуть-чуть уголок оторви. Ну CCV видно, но видно, что... Ты ее уже обратно не приклеишь. Все. Это я уже звоню в банк и говорю. Компрометируем. Алло. Меня взломали. Я понял. Прикольно, прикольно. Так. Ну все. Заклеили. Так. Теперь. Теперь ты называешь номер заказа, который ребята уже знают. Ага. Так. Так. Сейчас мы начинаем изготавливать шаблон. Дизайн. Свет карты у нас. Свет карты черный шлифованный. Сейчас тебе дают твое изображение. На, так сказать, пробнике. А я его уже вижу на компе. Ты его на компе видишь, конечно. Мы через Telegram прислали. Я смотрю, он уже там на рабочем компе. Они переделали. Наш дизайн переделали. Ага. Ага. По формату сделали. Конечно. Мы тут готовили шаблон. Угождаем дизайн. Да. Огонь? Да. Ушка. Ушка. Это то, что я хотел. Это шаблончик. Теперь к лазерному станку. Да. Пойдемте посмотрим, как это все будет подготовиться. Погнали. А, точно. Это как бы уже моя карта, но чипа еще на ней нет. Блин, а вы учитывали, что картинка могла залезть на чип? А поэтому дизайнер был. Поэтому там... Блин, мне даже больше нравится, чем скинула Марина. Потому что сейчас это новая модная темная тема. Хотите установить темную тему? Все. Блин, мне нравится. Круто, что без всяких там цифр, без всякой ерунды. Да, давайте. Теперь переносим чип. Все, огонь. Так, карту я уже отдавал. Да. Ну это, я думаю, снимать не будем. Чип снимать, наверное, не будем. Чего его снимать? Единственное, я хочу отметить, это самое проходимое место в галерее. Потому что вот главный вход. И все едут по вот этой лесенке. Сверху видят картелье. И все вот так вот глазеют на левитрон. Это я назвал это левитроном. На самом деле это называется вращающийся подиум. Но левитрон вообще изначально это вещь, которая заставляет крутиться объект в воздухе без всего. Но это супер сложная вещь. И мы делаем не летающие штуки, но работающие. Просто и надежно. Ничего страшного. Сам проходное место. Сам сказал. А не надежно было? У нас была выставка как-то. И к нашей выставке мы договорились с типами, что все, они нам эти левитроны привозят, наши кальяны будут летать. Они такие, да, 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 все сделаем. Потом он такой, ну с вами там должно быть три человека наших. Я такой, зачем? Один, значит, инженер, он каждые 10 минут поправляет этот левитрон, потому что он потихонечку начинает вращаться и смещаться, а потом он резко улетает. И он в этот момент там каждые 15 минут хватает. Я говорю, хорошо, а кто следующий? Человек, который материально ответственный. Это тот, который типа его начальник. Я такой, ладно, хорошо. А еще кто? А еще третья девочка, которая будет раздавать листовки и кричать, что это их продукция. Я такой, господи, боже мой. И они такие, а еще вы должны нам всем купить билеты на Куклаб-шоу, а еще нас три раза покормить. Я такой смотрю на своего начальника производства и говорю, Георгий, а мы можем сами что-нибудь такое сделать? Он такой, да. И мы, короче, сделали сами один раз для себя. Ну и вот, и потом мы с тобой как-то сидели, и ты говоришь, блин, хотим красиво карточки показывать, чтобы они выгодно выглядели на естественном свете. Я такой, ну сначала такой, да, это вот такие просто горочки наклонные. Мы сначала о них просто разговаривали. Кстати, тоже мы делали. И тут я говорю, что есть один продукт, который будет просто вау. Потому что речь зашла о 16 карточках, точнее 32, которые домиком стоят. И тогда еще этого проекта не было. Я говорю, блин, мы это сделаем. Я сделаю так, что они будут все крутиться, и это будет работать все от обычной этой розетки. Ну и, в общем, все получилось, и оно работает, и уже прошло испытание. Месяц с лишним, наверное, крутит. Ну, почти два, да. Это вообще нереальная история. Почти два месяца. А еще мы дали гарантию, и мы сюда пару раз приезжали и меняли. Но это было все в первые недели, когда еще, ну, не было возможности обкатать это все две недели, чтобы оно без остановки крутилось. Мы добавили туда подшипники, и теперь это все просто супер работает. И я спокойно сплю, знаю, что мне никогда Влад не позвонит и не скажет, так, Леша, все сломалось, давай. Все меняем. Торжественное? Возвращайте. Так, вот это не очень торжественное. Ее надо будет... Нет, ее надо хранить дома, потому что там всякие мои вот эти задние данные. У тебя есть на приложении все. Да? И CCV-шка? CCV-шка есть. Будем знать. Теперь давай, скрытие. Так, ой, ой, слушай, тяжеленькое. Ладно, смотрим. Так, тут контрастно видно. Тряпочка, тряпочка качественная, плотная. Ну, она актуальна, конечно, для глянцевых. Пахнет, пахнет. Ой, черных, золотых. Ну, на которые один раз дотронулся, и надо протирать. Отпечатки. Все правильно? А это подарочная история. Без всего. Что так тебе подарили-то? Ну, что же там? Что же там? Что же там? Ой, как красиво. Красиво. Красиво, красиво. Оооо. Блин, приятно. Кстати, на днюху я бы такое хотел бы. Но уже не надо, у меня уже есть. Мне подарили. Кайф, кайф. Чтобы ты вот это вот не делал и не вытаскивал оттуда за ленточку. Тянул, и она вытащилась. Блин, какая красота. Так, это мы оставим храница, а это батюшки. Ну что, попробуем расплатиться ей? Пока не стоит. А теперь конкурс. В комментариях надо придумать, что можно самое смешное нанести на карту. Что это там? Или картинка, или текст какой-то. Самый смешной вариант, кто напишет, тот получает как раз вот эту карту со смешным вариантом. И второе место, точнее первое, это кальян. Самое смешное, что можно написать на кальяне, мы делаем дизайн кальянов. Вот тут картинка. Что можно максимально такое бугагашное на нем изобразить? Пишите в комментариях, и самые креативные версии, они победят. Пока. Ну вот. Короче. Что произошло? Рассказываю. Я два раза ввел неправильный пин-код, и оказалось, что я сделал карточку с жены. Я даже не посмотрел, что там было написано. Все. На этом конец истории. Я думаю, ей понравится новый дизайн ее карты. Блин, что у меня делала карта с жены в кошельке? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok